Девушки отдыхают 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 разрушаю отношения между одной и мужем. Если бы я оказалась на месте Дайны, то я бы не хотела иметь такого отца. Я была готова уйти. Хотела бы, чтобы он на этом оградился. Чтобы он подходил к маме, даже если он будет меня обижать всю жизнь, но я не хочу другого папу. Люблю папу, несмотря ни на что. Разные ситуации не влияют на любовь. Человек. Не знаю, ну, кто. Может, если бы Сергей еще что-то сказал, что Даша, не ешь эту булочку, потому что ты же сама ешь булочка. Но Сергей ничего не говорит. Он, наоборот, деньги дает. Не лякает ее, что может что-то быть. Нашим диетологам для девчат было разработано специальный рацион, который поможет им избавиться за его ваги. Наш эксперт рекомендует исключить из вашего рациона все вредные продукты. Такие, как чипсы, сладкие газированные напитки, майонез, кетчупы, вафельки. Что вы, кстати, любите больше всего? Все. А для Илони и Леси за традицией было разработано по три диеты и выбор за них делали доньки. Фруктовая. Так. Так. В час диеты дозволяется пищевая. Песня мясо запечено с овощами и шмотки свежего ананаса. Или рис с овощами. На вечерю. Варена, грудка, индички, листя салата и несколько фруктов. Вместо индички можно съесть белое мясо, курки. Заменить вечернее меню можно хеком и брюссельской капустой. На десерт позволяется выпить склянку натурального йогурта и съесть любые ягоды. За неделю такой диеты можно скинуть до 7 килограммов. Дождь, давай. О, овощная! Диета предпочитает щоденное съемение овощей, таких как помидоры, огурки, солодкий перец, листя салата, капуста, морква, зеленый горох и зелень. Кроме того, сегодня необходимо вживать вевсенные пластиковцы. Додатком к меню служат снежиренные молочные продукты и фрукты, кроме винограда и бананов. Пить позволяется только негазованную минеральную воду не меньше 2 литров на день, а также зеленый или травяный чай с лимоном. На снадок вевсенные пластиковцы с золотой йогуртом и одна тертая морковина, або овощевый салат с оливковой олеей и нежирный сир. На второй снадок листя салату, 2 огурки и 2 фрукты. На обед можно приготовить одну из страв на выбор. Овощевый салат с лимонным соком и шмоток пасного мяса на гриле, або овощевый суп или пасный борщ. На вечерю овощевый салат с лимонным соком замените салат можно с клянкой натурального йогурта и двумя фруктами. За умовы сумленного дотримания умов диеты за тиждень можно втратить до 7 килограммов зайвой ваги. Сегодня у меня в гостях младшая участница битвы диет Даша и Дана. И еще я пригласила наших экспертов. Рефери битвы диет Аниту. Здравствуйте. И эксперта-диетолога Александра Мартынчука. Здравствуйте, мои дорогие девчонки. Я рада вас видеть. Как настроение? Хорошее. Я думаю, что все хорошо, Анита. Ведь ты была инициатором того, чтобы пригласить Дашу и Дану вместе с мамами и Илона и Леся здесь сегодня. Здравствуйте. Надя, ты знаешь, на этой неделе было не все так гладко, как мне хотелось бы. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Первые дни диеты для Леси и Даши из городища проходили очень тяжело. Обидві лет стремились, чтобы не разорваться с обмогленного рациону. Сидеться мне на диете сразу было с трудом. Тяжко было привыкать без соли, без сахара. Но уже так настроилась, надо, значит, надо. Їм. Я не представляла, что так будет тяжело. Я же думала, что будет все это легко. Мама еще готовила сырники. До нас прийшла мама на подружку. И у нас эти сырнички как змела. И так обидно было. А от для Илони и Дани зміна рациону проходила легко. Ані мама, ані дочка навіть не подозрювали, что отмогутися от обычного харчувания им вдасться майже безболезно. Новий рацион мне понравился. Питаться удобно. Кушать 4 раза в день. Не хочется так много уже кушать, как и раньше. Первый день это было, ну, непривычно, а потом уже привыкла, и даже самого сладкого уже не хочется. Для меня это несложный диет. В рационе присутствует и мясо, и рыба, и йогурты, и хлопья. То есть можно комбинировать. То есть мне хватает. У меня нет чувства голода. А вот с физическими навантажениями выявилось сложнее. Илона, яка не звыкла до занадто рухливого способа життя, уси вправо робила через силу. Та на снаги жінцы надавала лише одна думка стати прикладом для доньки. Проте Дана и сама неабияким завзяттям взялася за фігуру. Але совсем не через те, что управы даются ей надзвичайно легко. Девчина дает собі не дитячі навантаження, або схуднути и больше никогда не чути от родного батька болючих слів, что товста, что схожа на корову. Крім того, на додачу до вправ, Дана еще интенсивнейше почала заниматься танцями, на які два роки тому пішла з тією ж метою стати для тата гордістю. На танцы я пошла, потому что не хочу, чтобы папа гордился. Недавно не видимо, это ничего хорошего тоже. Говорит, что это все только вот ты ходишь, ходишь, ничего не меняется. Напевно, у меня трошки інше розуміння про танцы. Мену не подобается тем, чем она занимается. Та якщо одна девчина робить усе, або результати схуднення не примусила чекати, то Даша навпаки. В середині тижня она зривається и, або не бачила мама, начинает подъедать. Більше того, Леса не может примусить девчину заниматься спортом. Дашка моя больше всего лінується. Пробовала зранку зарядку, но мама не сложена книжка, а те, у меня голова болит, ножка болит. Мені дуже важко. Я думала, що пробіжуся, кілограм скину, зроблю зарядку, ще один кілограм скину. Думала, за тиждень 10 кілограмчиків 10, полина скину. А тут як виходить, що треба дотримуватися раціону, бігати кожного дня, займатися фізкультурою. Якби не намагалася Леся, донька ніяк не піддавалася на умовляння. Та воно і не дивно, адже дівчина лінувалася, бо бачила, мама і сама не дотримується всіх вказівок. Навіть елементарне завдання від Аніти про біжка селищем для Лесі виявилася не під силу. Дуже хотіла зранку бігати. Вийшла в пів шостого, а в нас як на хрещатику. Подивилася, а то й вернулася назад. Довго намірювалася, думаю, як це його так, щоб мене поменше бачили. І так рішила за горлодами. Ніхто в нас не бігає по селу. Мама дуже переживає, що скажуть дорогі люди. Ну, так на другий день вже по селі. Що це Леся ганяла? А, мабуть, якоюсь коханця завела, чи що? Було. Ну, це ж село. Даша бачила, що мамі соромно, тому твердо вирішила, займатися не буде, бо не хоче, аби над нею кипкували її однолітки. Невідомо, чим би закінчився цей тиждень, аби не неочікуваний телефонний дзвінок від тренера битви дієт, ані тих. Леся, здравствуйте. Алло, Аніта, добрий день. Як ваші діла, продвигаються? Упражнення ділаєте, на дієте сидіте. Аніта, і з дієтою замечательно. Ну, справами, що якось, але біг мене, це боліне місце. Це чому ж? Зважаюся. Будемо справляти. Аніта шокована таким зізнанням. Вона, як ніхто інший, розуміє, що схуднення наших героїн з городища під загрозою. Тому без попередження приїздить до них. Леся, Даша, на виход! Ой! Іди сюди. Ти подиви, хто до нас приїхав. Ну, здравствуйте. Добрий день. Хто тут филонит? Хто тут нічого не ділає? Будемо зараз це міняти, тому вперед, переодіваємся, спортивна форма, і, наконец-то, у вас буде тренувачка за мною. Быстрее! Як я побачила Аніту, в мене аж ноги підкосилися. Думаю, оце все, я пропала. Я знаю, що вона така жорстка. Я думала, це точно Аніта? Чи мені мовляться? Ой, чи у мене був великий шок. Я подумала, побыстріше, щоб тікти. Та в тікти від Аніты участницям не вдалося, адже тренер вирішила не давати спуску ані мамі, ані доньці. Теперь вдвоєм, вместе. Селі, ви же вдвоєм тренуєтесь, правильно? Кто является стимулом для дочки? Я. Угу. Поэтому мама не раньше, чем дочка поднимається. Живот Даша. Ничего не меняється. Первий раз живот торчал, сейчас живот. Ты знаешь, какая ты красивая была, была худая? Ага. А знаешь, сколько бы мальчиков сразу захотели с тобой дружить? Нет. Я тебе говорю, оно от этого зависит. Мне капец было. Якщо подивиться все по телевизору, то ласку. Я можу прямо сейчас упражнение зробити, а в реальности це упражнение було важко зробити. А вы думали? Думали так легко? Еще три, два, один, есть. Отдых. Бегом. Пошли. Как Анюта очи. У меня очи вылезали. Что там? Олеся, хочешь быть крендитной девочкой? Хочу. Сначала поднапрячься. За тебя никто не сделает, понимаешь? Ага. Вперед. Все, у меня нормально. Доник привязали. Нет, нет, нет. Погнись. Я к вам сюда ехала, чтобы вы мне рассказывали, что у вас ноги болят. Лентяйца. Хочет она быть красивой. Так, тормозим, Леся. Приседания помните? Ага. Пойду. Садимся вниз и вверх выдох. Вниз и ноги чуть пошире. Можно присоединяться? Олесенька, продолжаем. Делаем, Леся. Делаем, делаем, делаем. Мама, не отдыхать. По обещанию, что ты будешь каждый день бегать и делать упражнения. Независимо от того, кто как на тебя будет смотреть. Ну что? Обещаешь? Я обещаю, что буду каждое утро заниматься и не буду стеснять соседей. Хорошо. Тогда домой бегом марш. Леся стеснялась первые пять минут. А потом, мне кажется, ей стало настолько все равно и настолько тяжело, что, в принципе, уже дальше позора некуда. Когда я спросила ее, будет ли она бегать завтра, она сказала да. И я очень сильно надеюсь, я поговорила с соседями, попросила их, чтобы они проконтролировали этот процесс. Посмотрим. тренирование под меня скажут. позволила расслабиться. Подписывайтесь на новинами с городища. Надя, я увидела такое, а ты просто не поверишь. Кто-то даже уже начал краснеть. Даночка, может быть, ты сама расскажешь, как ты кушаешь, как ты тренируешься. Я занимаюсь. Ничего плохого я не ела, как бы, ну, сладкого. Надя, я вижу, что Дана не очень сильно хочет говорить, поэтому я привезла с собой видео, которое скажет это за нее. Давайте все вместе посмотрим его. И мы с вами сейчас увидели, к сожалению, что Дана отказывается от еды. Да, я отказывалась время от времени от еды, потому что хотела быстрее потерять вес и думала, что если я откажусь, то быстрее сделаю это. Но подожди. Мы говорили неделю назад о том, как важно придерживаться рационального питания, что именно это является путем и к похудению, и к здоровью. А ты отказываешься от еды, не посоветовавшись с людьми, которые давали тебе рекомендации и ответственны за твое здоровье. Мама знает, что ты делаешь именно так? Нет, не знаю. А ты знаешь, что голодание дает краткосрочный эффект? Сначала ты вес сбросишь, а потом наберешь, но в два раза больше. Диетолог это может, я думаю, подтвердить. Крайности вообще еще никого до добра не доводили ни в каком направлении. Если человек перестает кушать, действительно может быть рикошет. Повторный еще больше набор вес. Другая сторона медали как раз состоит в том, что может серьезно пострадать здоровье. Ведь жиру нужно как-то выходить из организма. И он это делает весьма активно, проходя через печень, через желчный пузырь. Если желчный пузырь работать не будет, в нем будет накапливаться этот жир. И в итоге могут сформироваться камни. Это очень частое побочное проявление голодания. И даже в таком юном возрасте, как у Даны... Это может быть и в таком юном возрасте. Ты понимаешь, Дана, что если ты будешь идти по этому пути, отказываться от еды регулярно, то ты попадешь в итоге к врачу. А кроме того, правильное питание отвечает за женскую красоту. За кожу, за красивенные волосы, Дана, такие, как у тебя. Чтобы их не осталось совсем мало, советую тебе все-таки начать кушать. Когда ты голодаешь, организму не хватает питательных веществ. И он начинает забирать это все из твоих волос, ногтей, кожи и так далее. Илона, вы знаете, что Дана отказывается от еды? Нет, для меня это было... Тоже неприятной новостью? Да. Но маму можно понять, не всегда им удается просто заметить, что дети что-то от них скрывают или с ними происходят какие-то проблемы. Конечно, нужно быть, по возможности, более внимательными. И еще, что касается здоровья. Если человек, начиная худеть, резко отказывается от еды, вызывает иногда искусственную рвоту, это может быть прямой путь к анорексии. Да. И это состояние, с которого вывести очень сложно. Если человек ничего не ест, в него не попадают вот все те полезные питательные вещества, снижается параллельно иммунитет, страдает пищеварение. Человек даже потом, если его заставить, он будет пытаться кушать, организм будет отторгать, он уже не будет на этом этапе в состоянии переваривать еду. Лучше предупредить проблему, чем потом разгребать ее последствия. Есть же еще элемент удовольствия, которое ты получаешь от танцев. Если ты будешь продолжать отказываться от еды, у тебя же не будет сил танцевать. Ну да. Наверное, для тебя будет важно мнение доктора. Можно ли на самом деле продолжать танцевать и при этом голодать? Нет, конечно. Еда – это не только источник полезных веществ, это источник энергии. Ну как можно активно жить, если этой энергии не хватает? На каком-то этапе возникает ситуация подавленности, слабости. Невозможно переносить адекватные физические нагрузки. И это проявится достаточно быстро. И мечта может пройти мимо. И ты знаешь, Данночка, если ты будешь упорно голодать, ты станешь еще очень злой и вряд ли найдешь себе хорошего партнера по танцам. И все-таки, несмотря на мой стругий тон, ты понимаешь, что я всей душой за тебя. И я надеюсь, что ничего из страшных последствий, о которых мы сегодня говорили, тебя не коснется. Хорошо? Да. Молодец. Пообещай всей стране, ты будешь правильно питаться. Обещаю, буду правильно питаться, заниматься спортом и странить. Умничка. Даша, ну Дана молодец. Да, молодец, что нарушала правила битвы диет, да? И ты тоже так делала, моя крошка? Не, бывало, что я переедала. Ела-то нормально, пить рационом, но переедала. Что именно? Как ты определяла, что ты уже переедаешь, Дашунь? Ну, бывало, что мама мне багато снеданку положит, багато шаобиду положит. И в школе у нас тоже таке, что бывает, что я не стремлюсь и переедаю. Дяночка, а конфеты? Под подушку тебе тоже папа кладет? Так, какой хороший вопрос. Ну, я же говорю, что мне конфеты папа купляет. Папа считает, что, ну, поесть, что там буду, знаю. И вот, если папа купит мне конфеты, я уже, я уже все. Да, действительно, у Даши есть сообщник, и у меня есть видео, которое это подтверждает. Предлагаю посмотреть. Давайте. Получается, что папа просто из-под тяжка, пока мама не видит, тебя подкармливает? Ну, да. Леся, а чего мы смеемся? Я только бумажки нахожу. А с папой поговорить нет? Ой, говорила и сварилась. Ты понимаешь, Даша, тебе уже нужно вырабатывать стойкую жизненную позицию. Сегодня один тебе конфетку дал, потом другой, а в итоге ты так и не станешь такой красивой, как Анита. А ведь ты об этом мечтаешь, правильно? Да, я тоже мечтаю, чтобы похудеть, чтобы быть стройной, чтобы не было никаких проблем. Ну, нужно действовать. Александр, ну, как можно объяснить ребенку раз и навсегда, что сладкое – это то, от чего нужно отказаться? Ну, у меня просто нет слов. Потому что как раз родители – это тот живой пример, на который дети ориентируются. Что делают родители, то и они. Как кушают родители, так и они. Бывают чисто психологические моменты. То, что наши бабушки, дедушки недополучили в свое время, они пытаются реализовать на своих детях, внуках. Не задумываясь, а пользу ли они приносят таким образом. Ведь сладкое стимулирует аппетит. И таким образом стимулируется переедание. К чему может привести переедание? Это, в первую очередь, набор веса. Самый простой способ контроля – это, банально, весы. И все-таки, несмотря на то, что это, в принципе, все знают, есть процент людей, которые страдают от ожирения. В этот раз мы снова напомним, каким проблемам со здоровьем может привести ожирение. Я перечислю только основные. Это заболевания сердца и сосудов, которые могут закончиться инсультами и инфарктами. Это безумная нагрузка на суставы, которые быстрее изнашиваются. Это риск сахарного диабета. Это риск обменных нарушений. Это риск желудочно-кишечных заболеваний. Мало того, может формироваться бесплодие. Возможно, вы сейчас об этом не задумываетесь. Но это может стать проблемой на всю жизнь, страшной проблемой. Для того, чтобы ситуация не казалась тупиковой, все-таки лишний вес уже есть. Мы хотим немножко вас вдохновить. Я хочу преподнести вам сюрприз, который вас убедит. Возможно, все. Потому что сегодня у меня в гостях человек, который своим трудом и талантом добился необыкновенных успехов. Встречайте! Победитель шоу «Танцует все» Вася Козырь! Василь Козырь, 22 лет. Переможец четвертого сезона. Шоу «Танцуют все» Никому неведомый хлопец, который начал заниматься танцами в 8 классе в детском амитарском гуртке, решил рискнуть и попробовать свои силы в найсходнейшем танцувальном проекте, чтобы довести себя и всем, что мечты действуют. Василь почти не имел профессионального досвиду, но его непереборное желание сделал парня наиболее и любимым участником четвертого сезона, талант которого вызнав не только глядач, а и опытный профессиональный жюри. На сегодняшний день Василь – один из лучших хореографов Украины, который владеет всеми танцовальными стилями. И все благодаря его главному жизнему принципу быть вимогливым для себя, работать над собой так, чтобы показать себя таким, каким тебя никто не видел. Вася, здравствуй. Ну, прежде чем тебе девчонки что-то скажут, я тебе скажу. Я была уверена, что ты победишь, потому что ты не только талантливый, ты такой целеустремленный. Ты же на шоу «Танцуют все» не с первого раза попал. Да, я был два раза на шоу. Я пришел первый раз на третьем сезоне и дошел почти до конца, но не прошел в осадку лучших. Просто был не готов. Тебе говорила Таня, что тебе не хватает эмоциональности. Эмоциональности и, наверное, и техники, и всего, наверное, чуть не хватало. Но я обдумал и решил, что вот этот год, который будет, это нужно просто очень хорошо подготовиться к этому. Прийти, попасть в финал и победить. Смотри-ка, Жанита расцвела. Она, по-моему, хочет быть твоей партнершей по танцам. Висплем. Бывали у тебя моменты, когда вот руки опускались, ты думаешь, да все же эти танцы... Я сам тоже не из большого городка. Была студия, в которой я занимался, но мне хотелось число больше. Нужно было что-то поменять очень резко, кардинально. И я просто переехал в Киев и начал тренироваться. И вот попал на танцую. Если сейчас ты еще скажешь, что ты был толстым... Нет, я не был толстым. Я был нормальным. В тот момент, когда ты не прошел двадцатку, и я думаю, ну надо же, ну вот человек так старался. И на тебе, вот взяли ему, обрубили все на корню. А оказывается, это было даже необходимо, чтобы ты набрался в опыта и решимости, которая тебя провела к победе. Я об этом тоже думал целый год. Не зря все так случается. Есть такие падения, которые нас потом к большим победам приводят. Всегда так было и будет. А преграды жизнь дает каждому свои. Для кого-то это строгая жюри, как у Васи. А для Даны и Даши это лишние килограммы. С ними пора расставаться. И вот в этот момент вам нужно увидеть какую-то такую цель, благодаря которой вы поймете, остановиться невозможно. Мысленно я уже красивая, стройная. Я думаю, что им нужен стимул. Я могу этот стимул дать. Я хочу вас пригласить вдвоем на индивидуальный мастер-класс. Я знаю, что Дана любит танцевать. И думаю, Даша тоже не откажется, да? С Васей потанцевать, да кто же откажет? А только при одном условии. И все ваши задания, которые вам дали в прошлой неделе, вы должны это соблюдать. И только после этого мы сможем с вами потанцевать и даже скинуть какие-то граммы, килограммы. Так, девчонки, ну откажете, может быть, Васей? Пусть он с кем-нибудь другим танцует? Нет-нет, лучше с нами. В общем, если не хотите, то вместо вас могу пойти я. Нет, я хочу. А ты? Или отдашь мне свое право? Нет, тоже хочу. Ладно. Васей, я тебе благодарна за такое предложение. И я уверена, что ты своим энтузиазмом заразишь и Дану, и Дашу, да? Да. Спасибо вам огромное. Я искренне верю, что советы диетолога услышали не только девочки и мамы, но и папы, которые смотрели нас по телевизору. И что с этого момента они будут внимательнее относиться к питанию дочерей. О том, удалось ли нам до них достучаться, узнаем уже на следующей неделе. Привет. Если вы сегодня с трудом встали с кровати, поздравляю. Это крепатура. Значит, вчера вы потренировались на совесть. Но расслабляться не стоит, потому что наша цель – это идеальное тело. Боротьба за идеальное тело тревает. Подопечники Игоря Обуховского подолали первый крок до мрії и заткнулися с новыми перешкодами. Десять секунд. Может, это и крепатура, но это конкретный капец. А просто сейчас вы увидите, что этого раза выгадал для своих подопечных Игорь Обуховский. После того, как позанимались с Игорем, понял, что даже маленькая бутылочка на самом деле – это снаряд. Та дизнаетесь, какая подия давала Сашка до вечера. Я не желал, что будет настолько сложно. Ну что, все готовы дать бой лишним килограммам? Да! Готовы! Прекрасно! Делаем глубокий вдох. Выдох. И вытягиваем руки перед собой. Здесь активно рука за спину. Выполняем повороты корпуса назад. Но внимание! Наши бедра должны быть зафиксированы и все время направлены вперед. Оп! Может, за экребатуру, но это конкретный капец. Отлично! Легкий бег на месте. Быстрый темп. Стараемся разогреть мышцы ног. Не останавливаемся. А это упражнение у вас получается хорошо. Надеюсь, у вас тоже. Быстро, 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 быстро. Итак, осталось 4, 3, 2, 1. Встряхните ноги. Ставим стопы пошире. Наклоняемся вперед. Соединяем ноги. Берем бутылку. Итак, ставим стопы шире плеч. Опускаем бутылку вниз, приседаем. На выдохе поднимаем ее перед собой. Задерживаем на долю секунды. И работаем без пауз. Галь, ты помнишь, что твоя амплитуда? Это могут быть полуприседания с постоянным контролем колена. Меня действительно сейчас колено не беспокоит. Опять же, настрой идет положительный. Если другие могут, почему я не могу поверить в себя и добиться того, что мне надо? Кто-то может делать больше, не отставать, да крепче сжимать бутылку. Саш, в чем мы останавливаемся? И спину ровнее держи. Работаем. Пять, четыре, три, два. И мне нужен очень быстрый переход вниз. Вниз опускаемся. Ладони за ковриком. Напрягаем пресс. И таз смещаем немного вперед. Вниз опускаемся вдох. Наверх поднимаемся выдох. Вы уже знаете, что такое отжимание. Здесь у нас нагружаются мышцы груди, мышцы плеч и трицепсов. Это задняя часть руки. Но при этом, если вы не расслабляете пресс, не расслабляете пресс и не поднимаете таз наверх, то нагрузка будет гораздо лучше и эффективнее. Это мне пресса. Нет, это не отжимание. Давай. Да. Вот так. Ой. О мой гад. Давай, 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 давай. Ох. Нет. Сделай один раз. Один. Один нормальный раз. А завтра можно? Александр меня немножко поразил. Я считала, что несмотря на вес, каждый мужчина умеет отжиматься. Берем бутылку. Второй круг. Не останавливаемся. Интенсивность растет, стопы шире. Мах бутылкой вниз, подъем перед собой, пауза. Хух. 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 Не расслабляйтесь и не задерживайте дыхание. Выше руки, выше руки. Осталось 15 секунд. После того, как позанимались с Игорем, понял, что даже маленькая бутылочка на самом деле это снаряд. Не останавливаемся. Три. Ровнее спина. Два. Ниже. Оп. Хорошо. Итак, опускаемся вниз. Мы же без пауз двигаемся. Отжимаемся. Саш. Да. Вчера ты работал лучше. Да? Да. Крепатура мешает? Да. Ну, зачем мешать. Если ты будешь работать с такой интенсивностью, то лет через 10 похудеешь килограмма на два, и только тогда сделаешь предложение своей девушке. Раз. Быстрей. Два. Еще. Два. И последнее. Два раза. Поднимайся. И еще один. Не мог подняться и просто упал. Игорь меня за футболку поднимал. Делаем шаг левой ногой вперед, с ровным корпусом наклоняемся вниз и делаем подтягивание бутылки к вашему бедру. Здесь работают мышцы спины. И так, и так, и так. Работаем, работаем. Нога согнута. Только нужно наклониться немножко ниже. Ногу подтянуть ближе. Еще, еще. Колени можно присогнуть. И вот это тоже. Вот. Это немного выпрямить и наклониться больше вперед. Шесть. Пять. Четыре. И мы не расслабляемся, и вы не расслабляетесь. Два. Один. Опускаем бутылку. Ну, сразу же следующее упражнение – это прыжки. Итак, если у вас проблема с коленом, а вы уже делаете, начните с перешагиваний. Алекс тоже делает, только колени выше, 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 выше. Естественно, ты ощущаешь, почему раньше этим не занимался. Было бы намного проще и легче, чем в данный момент. Но все же понимаешь, что рано или поздно это все равно нужно было начать делать. Но этот момент тоже настал для меня. Оп. Виталина. У вас больные колени? О, нет. У вас большой избыточный вес? О, нет. Тогда можно прыгать? О, да. Выше. Колено выше. Прыжок больше. Осталось пять, четыре, три, два, один. Да, чувствую, девушка не дождется предложения руки и сердца. Наверное, передумал уже. Не знаю. Да, ну подумай, подумай. Я не желаю, что будет настолько сложно. Итак, мы делаем следующий подход. Вот, времени нет. Прыжки. Если вам уже стало легко перешагивать, возьмите в руки бутылку. Этот тренажер будет с нами всю неделю. Очень дешевый и очень эффективный. И перешагиваем следующим образом. Правая нога вверх. Не торопясь. Стоп. 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 Видишь, все хорошо получается. Поначалу можно не торопиться. И после того, как вы привыкнете к этому движению, делать все быстрее и быстрее. Саш, посмотри. 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 Пить воды много нужно. Но для этого нужно также много работать. Я тоже думаю, так, Саша, подстегивай себя, потому что нужно. Мы пришли для того, чтобы что-то добиться результата. Правильно? Сегодня, например, я заметила, что Саша был вообще не в настроении. То есть, что-то, видимо, произошло. Я, правда, не знаю, что. Но, скорее всего, что что-то не очень приятное. Вообще, был какой-то думал однозначно, не о том, что нужно. Быстрее. Шесть. Пять. Четыре. Три. Два. Есть. Вы большие молодцы. Резко не останавливаемся. Нужно встряхнуть ноги и сделать небольшую заминку. Видите? Всего шесть-семь минут, и можно очень интенсивно потренироваться. Скажу следующее. Помимо таких тренировок, нужно выполнять длительную кардионагрузку. Гулять в парке, ездить на велосипеде, плавать в бассейне или в реке. Делаем глубокий вдох. И руки вниз, выдох. Саша пришел, чтобы похудеть ради своей девушки. Поэтому сейчас и потерял стимул к тренировкам. Но, что не делается, все к лучшему. Саше сейчас нужно поставить новые цели и понять, что худеть нужно для самого себя. Я не знал, что делаю на этом проекте. Мне не хотелось ни тренироваться, ничего. В таком подвешенном состоянии мечты нет. Все пропало. Еще вчера Сашко не сомневался. В его жизни все налагодируется. А сегодня у Витчиня. Адже от человека, которого шалену любил, получил удар в спину. Девушка просто кинула его. Он мне наговорил о безумной радости. То, что она была со мной, терпела меня и мою семью. Я пришел на проект, чтобы сделать Насте предложение. А после того, как она меня бросила, я не знал, что я делаю на проекте. Игорь подходил, что-то говорил. Думаю, зачем она это делает? Почему я? Хотелось только лежать, смотреть телевизор. Думать ни о чем. А когда именно Настя сцелила его сердце, которое безжально разбила другая девушка, которая была его первым любовником, и которая не захотела поединить свое жизнь и с товстоном, и вышла замуж за бель Стрункого. Возможно, я не такой красивый, как ей хотелось бы. Она вышла замуж, она любит этого человека, она родила от него ребенка. Он после Наташи не смог как-то найти никакую девушку, пока не появилась Настя, которая завоевала его сердце. Мы познакомились с Настей в моем ночном клубе, в котором я работал. Однажды она пришла в дискотеку. Юная красуня с первого погляду подкорила сердце хлопца. Закоханный, он не наваживался подойти до нее. А когда все-таки заговорил, а вона лагидно до него усмехнулася, уже не сумнівався анімиті. Это девчина его мечи. Я очень радилась, когда появилась Настя. Все было очень хорошо. И он сказал, мама, я женюсь. Та до того, как покликать девчину замуж, Сашко вирішил познакомиться с ее родной. Он и сегодня не забыл, как хвилювался перед ее встречей. И как весь вечер, сидя за столом с батьками-коханой, почувався ніякого и червонил. Вся встреча повторилась на разногласиях. У нас с ее очами появилась такая, по-моему, легкая-легкая антипатия. У меня сразу сложилось впечатление о том, что я не подхожу в эту семью в качестве зятя. Того вечера Настя запевнила Сашка, что она, не смотря ни на что, всегда будет его поддерживать. И никому не позволит руйновать их отношения. Проте хлопец не мог не почувствовать, что после этой встречи что-то надломилось в их отношениях. Сначала девчина говорила, про то, что Сашкове треба позвучиться заявы и ваги. А сгодом просто почала его сторониться. Сашко зрозумел, что он должен меняться. Сробить первый шаг, схуднуть. Иначе Настя так и ховатиме его от всех. Само тому наважився прийти на щоденники схуднения. Та он даже не уявлял, чем обернется для него желание стать найприваблившим для коханови. Когда мы уже начали тренироваться, возник вопрос, что Настя нужно прийти в студию поддержать меня. Как бы я ни говорил, на отрезок отказалось что-либо поддерживать меня. Регументировал тем, что не хочет, чтобы ее показывали по телевизору, потому как увидят многие люди и потом будут показывать в нее падение. Она постеснялась, что это увидит вся Украина. Она же типа считает, что она такая вся богиня, она вся такая прекрасная, классная. Она не хочет, чтобы все люди увидели, что у нее там такой парень, может, некрасивый. Санек, будет все нормально, прорвемся. Ну что, на сегодня все. А чтобы потраченные усилия не оказались напрасными, не спешите бежать к холодильнику за вознаграждением, потому что ловить на себе восхищенные взгляды прохожих гораздо приятнее, чем есть шоколадку. Увидимся завтра. Пока. Пока. Нежная и сочная отбивная не проблема, если знать, как обращаться с тонким мясом. Сегодня все секреты приготовления венского шницеля открывает Эктор Хименес Браво. Здравствуйте. Здравствуйте. Пока я путешествовал, пометил, что эту страву обождают в Немеччине. У Немеччине существует очень много различных шницеля. Например, курячий шницель. В Канаде очень популярный телячий шницель. В Угоршине шницель также любят. Те, что мы сегодня приготовим в многих частях света, называют просто шницель. Віденский шницель. Словом, шницель, он и в Африке шницель. Шницель. Традиционная страва Центральной Европы. Понад 200 лет назад кулинари австрийской и королевской родины впервые подали до святого стола соковитые отбивные стелятины в панировке. В то время шницель набывал шаленою популярностью. В Австрии даже есть официальный святой шницеля. Ныне эту страву готовят из других сортов и видов мяса. Яловичины, свинины, курятины, индички, баранины и даже конины. Складность работы с шницелем начинается с правильного выбора мяса, которое отбивают почти до толщины паперу. Только сегодня Ектор Хименес Браво раскроет все таемницы приготовления улюбленной стравы австрийских монархов. Первое, что мы должны сделать, это нагреваемый оливковый олив. Так, ей нужно много. Ого, Ектор! Венский шницель. Мы будем готовить из телятины? У меня тут есть телятина и борошно. У вас всегда должен быть широкий контейнер для борошна, потому что шницель – это большие шмотки мяса. Очень важно, чтобы борошно было под рукой, так же и сухарь для панировки. Мы отбиваем мясо и сделаем его мягче, очень-очень тонким. Теперь я беру эскалоп, режу на опел, нарезаю шмотки. Могу сделать? Так, конечно. Хотя... Да. Спасибо. Дивись, Надю, как я это делаю. Тобе нужно резать вот так. Да, хорошо. Осторожно. Да, оп. Да, все. Потом... Раскрываю. Ага. И перевертаю. И переверну. Ага. Теперь делаем это самое с другого боку. Здесь резать? Да. Здесь. Осторожно. Так. Да. Хорошо. Все? Все. И еще трешки. Так. Да. Выйдешь моток за втовшки сантиметра. У меня вот тут вот что... Тут нужно еще трехи. Все. А, поняла. Дивися, что я сделаю. Бачите, это похоже на змейку. Почему мы режем так мясо? Потому что ззовно мясо уже трохи подсохло, а мы же хотим соковиту срабу. А вот теперь все будет хорошо. Вы запомнили? Этот секрет поможет нам с вами приготовить настоящий венский шницель. Я уже предвкушаю, каким он будет сочный. Дуже важно контролювати температуру олії. Мы смажемо с великою ее кількостю. Вона не должна гореть. Но и не быть недостатньо горячей. Потому что когда олія мает низкую температуру, шницель просмажится неревномерно и убере в себя жир. А нам этого не нужно. Так, это не нужно. Это шкодливо для нашего здоровья. Идеальна температура – это 135 градусов за Цельсієм. Можна кинути дрібку сухарей. Если олія будет пінетись, а сухарі залишаться на месте, то это, что нужно. И если сухарі плевут по поверхности, то еще рано кидайте шницель. Мы используем кулинарную плевку. Проте не хвилюйся. Плевку легко можно заменить обычными полиэтиленовыми пакетиками. Готовимся отбивать мясо для шницеля. У Відни є кафе Моцарт. Воно дуже популярное. Шницель там коштує минимум 35 евро. У нас два куска мяса, а у тебя уже три куска пленки. В чем тут дело? Я хочу, чтобы плевка не порвалася. Когда я буду отбивать мясо, так и мясо залишится целым. А это все для одного куска, такое количество пленки, да? Так, для одного шницеля. Я беру з двох сторон, накриваю, і лише тепер відбиваю. Дуже важливо, коли ви відбиваєте мясо, потрібно бити по горизонталі, а не краями молотка. Иначе ви можете порвати мясо. По горизонталі. Не використовуйте цю частину молотка, тому що ви порвете мясо. Рівномірно бити по всьому філе. А сильно нужно ударять? Ні. Сильно відбивати не потрібно. Постав палець, я тобі покажу. Головна мета – це зробити мясо пласким і тонким. Шість міліметрів – це в ідеалі. Вот так вот. Тоненькая. Тоненькая, тоненькая, тоненькая. А можна скалкой? Да. Буду відбивати скалкой. О, так это хорошо, да? А! Да. Я тобі пораджу. Постав на дощечку. Сюда, да. Спасибо. Вообще, женщина со скалкой – это опасно. Поэтому лучше ей предлагать сразу делать шницель. И тогда все будет хорошо. Нет, все будет хорошо. Все будет добре. Все будет добре. Правильно. Так, теперь я снимаю ее. Когда вы берете верхнюю часть стегна, это лучше мясо для шницеля. Вот это, что называют эскалопино. Я хочу, чтобы ты посмотрел. Поглянь, насколько тоненькая у нас мясо. Видишь? Конечно. Дуже важно ревно отбивать мясо. А если, Вектор, не получится сделать правильно отбитый кусочек мяса, то тогда шницеля и не будет готового вкусного. Справа в том, что так, как мы его делаем в кляре, все мясо не просмажется, если оно будет неревным и разной толщиной. И если смажете без кляра, то толщина не матима такого значения. Там же масло. Я о нем забыла. Что? Что? Я вспомнила, что у нас греется масло. Я контролюю, Надю. Не хвилюйся. Что-то я какая-то взволнованная сегодня. Все будет хорошо. Да? Да. Теперь ставлю его в тарелочку, добавлю немного соли и перца с обеих сторон. Пока ты добавишь, расскажем тебе один секрет. Додавайте в них немного соли и перца, и доброе перемешивайте. Вектор, у меня опять вопрос. Да? Ну, мы же с тобой обычно, когда мясо готовили, мы его не солили перед тем, как жарить. Так, это правда. Насправді рекомендуется додавать соль у мясо только тогда, когда оно сыре, если вы его будете смаживать просто негально. Соль допомогу карамелизировать мясо и сохранить сик. Неправильно додавати соль, когда вы будете мариновать мясо протягом 20 минут, потому что еще гирше 24 минут. Таким чином, вы только втратите весь сик. Мы подготовили два яйца. Злегка их взбиваем. Не сильно, просто, чтобы разбить шовток. Вливаем въемность. Додаем одну столовую ложку вершков. Троху соли. И еще немного перца. Змешиваем совсем слегка. Теперь я с одного боку натискаю на мясо. Поваляю его в борошни. Повторюйте, что я очень часто говорю в мастер-шефе. Поставьте мясо на руку и вдарьте его, чтобы избить его борошна. Если борошна забагато, шницель вбере в себе больше жира, чем нужно. Я сейчас вижу, Эктор, насколько идеально ты отбил шницель. Он же гладкий, вот так смотришь и не подумаешь, что это мясо. Он как тонко раскатанное тесто у тебя получился. Теперь нужно занурить в яйца наш майбутнє шницель. Я понимаю, почему мы использовали соль, но держали недолго маринад. Не успела сок выделиться. И получается, что у нас мясо такое сухонькое, аккуратненькое. Додайте сухарики. Сухарики будут барьером для того, чтобы олія не убиралась. Ось у нас широкий шар сухарей. Теперь за допомогою сухарей переверим температуру масла. Масло уже нагрелося. У меня тут еще есть очищена варена картофеля. Сейчас растоплю трохи вершкового масла. Я подаю эти шницель для вас в виденском домашнем стиле с картофелью, маслом и петрушкой. У меня готова деку можно перевернуть. Можно перевернуть кілька разів. Смажите потребно по одному шницелю за раз, иначе олія охолоне. У кафе Моцарт завжди картоплю подают саме так. Спочатку варят, а потом обсмаживают и посыпают петрушку его. Все-таки, насколько много разных впечатлений, рецептов ты привозишь из разных стран. Я знаю, что в ближайшее время у тебя отпуск. Как ты планируешь его провести? Небось, опять будешь путешествовать? Так, Надю. Найбільше мрія на сьогодні подорож у Перу. Я хочу поїхати туди вже два роки. Тамтешня кухня дуже-дуже популярна. З тих часів, як я покину Південну Америку, я хочу подивитися, які зміни відбулися у перуенській кухні. У Перу я буду в Лімі. Ще два дні у Мачу-Пікчу, щоб відкрити для себе перуенську кулінарію. Потрібно обов'язково привезти рецепти з собою до України і, звісно ж, поділитися ними. Значит, это будет новая порция необыкновенных рецептов от Ектора Хименеса Браула. Когда я представляю, как здорово тебе будет отдыхать и как мы обрадуемся, когда ты вернешься, мне хочется кофе. Я приготовлю. Я планую цей поїсти ще дешево. Я звонил своей матері и сказал, что скоро буду в Південній Америці и сделаю зупинку в Рио-де-Жанейро. Будемо разом з нею 10 дней. Я надеюсь, что у тебя в твоих путешествиях будет столько впечатлений, что ты вернешься довольным и счастливым. Вот для меня каждый день, который начинается с кофе, это день полный радостных впечатлений. Угощайся, Ектор. Спасибо. Все начинается с Нес-Кафе. Я хочу, чтобы ты слышал аромат. Хочется вдохнуть и не выдыхать. Берем шницель. Робим шматочки трошки меньшими. Додаем петрушку до картофельки. Это выглядит, как полноценный обед. Мне кажется, здоровый и сильный мужчина вполне этим наестся. Да, и девчина тоже. Девчата, если ваши мужики любят вкусно попоезти, приготовьте такий шницель, и вы увидите на обличке коханого счастливую и сытую усмешку. Виденский шницель готовый. Для приготовления венского шницеля нам понадобилось телятина, мука, яйца, сливки, панировочные сухари, соль, черный перец, растительное масло, лимон и зелень. Куски телятины положите между пищевой пленкой и отбейте молотком. Отбитые куски мяса посыпать солью и перцем по вкусу. Обваляйте мясо в мучной смеси с солью, затем окуните в яйцо, смешанное со сливками, и обваляйте в панировочных сухарях. Обжарьте телятину на растительном масле в глубокой сковороде на среднем огне. Выложите мясо на противень, накрытый бумажным полотенцем. Подавайте вместе с картофельным гарниром. Украсьте лимонными дольками, петрушкой или салатом. Пахнет набагато краще, чем то, что я скуштовал в кафе Моцарт. Да ты что! Надеюсь, тебе очень нравится. Эктор, лимон. Тришки лимонного сока. Какое у тебя счастливое лицо! Это мясо, которое просто само тает во рту. Его и жевать не нужно. Я бы не жевала, если бы это не было таким удовольствием. Жевать шницель. Насколько же нежная эта отбивная в тонкой панировке. И все сочетания вкусов, в том числе и вот этот лимончик, настолько органично соединяется, что мне кажется, шницель будет для вас любимым видом отбивной. Тем более, что мы знаем все секреты его приготовления. Эктор, ты волшебник! Но самое важное, теперь вы можете готовить шницель, как в дорогих ресторанах, как профессионал. И все в родине будут насолодживаться. В разгаре сезон клубники, и это прекрасно, потому что именно из этой ягоды в домашних условиях можно приготовить самые эффективные косметические средства. А научит нас моя сегодняшняя гостья, шикарная женщина, талантливая актриса и телеведущая Руслана Пысенко. Встречайте! Привет! Очень рада тебя видеть, друзья! Когда я узнала, что мы будем говорить с тобой о клубнике, у меня сразу перед глазами всплывала фотография, которая есть в интернете, где ты вот так вот ешь эту клубнику. Это настолько аппетитно! Это было на мероприятии, клубника была пластмассовая. Да. И я просто дурачилась перед камерой. И вот теперь ты это увидела. Да, я увидела, и мне понравилось. И я думаю, если с таким аппетитом мы едим клубнику, то наверняка и для нашей красоты она может что-то сделать. Тем более, что ты так прекрасна. Откуда же ноги растут у всей этой истории? Я-то вообще клубнику очень люблю. Но когда-то однажды я познакомилась с одной очаровательной женщиной, которая косметолог по профессии. Это было еще в те незаметные времена, когда правительство называлось коревництво УРСР и так далее. Еще в советские времена. Она работала в гостинице «Москва», в парикмахерской. И приводила в порядок лица жен первых лиц. То есть знала дело. Да, она знала дело. И они к ней ходили как зайчики, потому что она из всех делала красавиц. Скажу, что те, кому было за 50, выглядели как будто бы им 30 копеечками. Ничего себе. Да, поэтому я очень ей поверила. И мне так понравились маски, женские разговоры. Мне было 18 лет. Она говорит, тебе ничего не нужно делать, хотя начинать нужно именно 18. И Ольга Кирилловна, я, пользуясь случаем, хочу передать вам привет. Огромное спасибо за все ваши советы. И есть три правила, которые я благодаря Ольге Кирилловне запомнила. Я уверена, что все телезрительницы, Надя, я думаю, что ты, наверное, тоже этого не знаешь. Так. Первое правило. Постарайтесь не прикасаться к своему лицу. Это что? Да. Практически без надобности. В течение дня нельзя делать ничего с лицом. Нельзя трогать, нельзя пудриться 85 раз. Нельзя подпирать лицом так, чтобы как у шарпея, заломы происходили. Чем меньше ты прикасаешься к лицу, тем моложе ты будешь выглядеть очень много лет. Великолепный совет. Только в случае, если вы умываетесь, наносите крем или смываете косметику, или наносите макияж. Второе правило, тем более, что у нас солнечный сезон уже, говорится, начался, нужно запомнить, что лицо подставлять солнцу нельзя никогда. Даже если вы модница, хотите иметь загар, под зонтиком тоже можно загореть. И запомните, что каждый луч, попадающий на ваше лицо, надо сказать, испорчено солнцем. Высохла кожа просто. Да. И третье. Используй все, что под рукой, и не ищи себе другой. Так. Используй то, что под рукой, и не ищи себе другой. Это про мужчину? Нет. Это про фрукты и ягоды, и овощи, которые можно использовать для создания красоты на долгие годы. Другими словами, косметолог научила меня использовать сезонные фрукты и овощи для того, чтобы делать маски, какие-то средства косметические для ухода за лицом, за телом и так далее. И правда, это работает. Это работает, потому что я смотрю на своих подруг, на своих коллег, на себя, и понимаю, что это работает. Для того, чтобы до 78 с половиной лет оставаться юной, красивой, нужно заниматься этим каждый день. Регулярно. Регулярно. Клубника, она и полезна только тогда, когда она произрастает у нас здесь, в нашей стране, на грядках на наших. Когда ты зимой в супермаркете покупаешь ее, там совсем уже другая история. Вот прежде, чем мы прям возьмемся за клубнику и сделаем, я знаю, даже несколько средств из клубники, у меня есть еще одно подправило красоты, и я уверена, что она для тебя действует. Когда женщина любит, она цветет. И ты сегодня, ну, шикарно просто выглядишь. И у меня вопрос. Это потому, что ты замуж вышла или просто из-за клубники? Значит, у меня все в комплексе. Ну, вот столько догадок и интриг, сколько вокруг твоего брака, я давно не встречала в интернете. Это загадочный мужчина, который ему удалось покорить сердце Руслана. Ну, расскажи хоть немножко о нем. Ведь ему досталось, я считаю, национальное достояние. Да, молодой человек. Так, случайно эта информация просочилась. Все-таки частично я приоткрыла карты, но это ровно настолько, насколько мне позволил мой муж. Потому что мужа жена должна слушаться. Да, боже, какая ты. Муж меня воспринимает просто как женщину. Любимую женщину. Понимаете, для этого это очень важно. Потому что национальное достояние, знаешь, ну, допустим, пойду я на пенсию, да. Ну, и пойдет национальное достояние на пенсию, и чего? А женщина останется. Вот все-таки нужно думать о главном, и тогда все получится. Но еще один вопрос. Ты же не только красавица, ты еще и сильная женщина. А сейчас же какой стереотип? Красавица, умная, сильная, сиди одна. Так так и было. Ну? А ведь так и было. Потому что я такая сильная, и только сильный мужчина мог быть рядом со мной. Ой, где вы, сильный мужчина? Почему же вы ко мне не идете? Или мне все время казалось, боже мой, слабак. 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 Ну, так оно же так и бывает. Надо сказать, шла вот, знаешь, такими себе мильными шагами, переступая через этих слабаков. На самом деле это были нормальные мужчины. Я вот отмотала пленочку назад. Нормальные абсолютно мужчины, которых нужно было просто организовать, направить, как женщина шея, мужчина голова. То есть нужно быть вот этой ловкой шеей, которая поворачивает мужскую голову туда, куда нужно. Как только ты говоришь, что мужчин нет, они никогда не появятся в своей жизни. Есть одно очень важное заклинание. Говорите, мужчины есть, мужчины хорошие, мужчины сильные, и они все идут по направлению ко мне. Я должна выбрать из них самого лучшего. Я очень рада за тебя, что ты смогла сделать свой выбор. И от души мы желаем Руслане огромного личного и профессионального счастья. Мерси. Вот в такие минуты, когда мне хорошо, я люблю выпить чашечку кофе. Угощайся, пожалуйста. Все начинается с Нес-кафе. Ну а теперь клубника. Итак, друзья, клубника. Три средства. Ням-ням-ням. Может, съедим? Кстати, в организме женщины есть единственное место, которое питается не только изнутри, но и извне. Это лицо. Другими словами, например, мы берем клубнику. Ты три клубнички внутрь, да? Одно на лицо. Три клубнички внутрь, одно на лицо. Ну это так, это чтобы было понятно. Ну, собственно говоря, можно сделать котлеты и фарш тоже наносить на лицо. Но это, так сказать, экстремальный экстремальный. Это для муси. А я вижу, что мы сделали клубничный сок вот заранее. Итак, клубничный лоси состоит из трех компонентов. Четверть стакана клубничного свежевыжатого сока. Приблизительно Не будем жадничать Четверть стакана Сока огурца Тоже свежевыжатого И вы же знаете, клубника Калий, кальций, магний, медь Медь, самое главное для нашей молодости В клубнике почти вся таблица Менделеева Сосредоточена Медь как раз способствует образованию коллагена А коллаген это упругость То есть упругость кожи Извините, нельзя трогать лицо руками Но это для дела Если ты вот так протыкиваешь свою кожу А сечки у тебя такие как у Русланы И вот они прямо такие тугие Значит коллаген есть Вы используете правильные лосьоны Из клубники Итак, мы смешали клубничный сок Огуречный сок И берем белое сухое вино Лосьон выливаем 100 граммов Приблизительно, где-то так Все это перемешиваем И отставляем на сутки Это все теперь должно Оно, как говорится, пожениться Оно должно смешаться И этим лосьоном можно протирать лицо Утром после умывания И вечером перед сном Если вы поставите в холодильник То недельки две вы можете пользоваться Как раз здесь и хватит на две недели На две недели, да То есть есть кислинка, есть киснота Она отбеливает лицо Видите, вы хотите быть беляночкой Красоточкой И, ну естественно, когда белая кожа у женщины Она сразу кажется моложе Итак, мы отставляем это на сутки И нужно помнить о том, что Есть у нас еще замечательные Оставшиеся Жмых Жмых, да Жмых с косточками Немного мякоти Немного косточек Мы его не выбрасываем Он нам тоже пригодится Но об этом я расскажу немного позже То есть это нам тоже понадобится Так что мякоть клубники После того, как сок извлекли Сохраняйте Какое второе средство из клубники Мы будем сегодня делать? Очень приятно днем в обед Сделать масочку из клубники Мы берем емкость Парочку красивых клубничек Сюда Опускаем Далее мы берем петрушечку Листики, желательно без стебельков Где-то граммов 25 Также 25 граммов свежих листьев мяты Боже мой Надя, один только аромат Вот этой вот смеси Скажи Прям молодеешь И все это взбиваем Ой, боже мой Ну это съедобно опять же Да Конечно, тот, кто голоден И прям не терпится применить Уже эту смесь Можно поесть Но, честно говоря, выглядит она Как такая какая-то перезревшая Баклажанная икра Этого недостаточно для того, чтобы сделать маску Один из ингредиентов у нас будет йогурт Посмотри, у нас здесь есть йогурт и кефир У тебя какая кожа? Сухая, наверное А у меня нормальная кожа Поэтому я для себя выбираю йогурт Тебе я бы порекомендовала сюда положить сметану Для сухой кожи А тем, у кого кожа жирная Я бы порекомендовала в эту маску добавить кефир Я все-таки немножко йогурта Но здесь мне не нужно торопиться Нужно по чуть-чуть добавлять Потому что для нас важно, чтобы Консистенция была нужна Да Мы не можем позволить себе сделать очень жидкую консистенцию Иначе нам придется делать не маску, а обертывание Я думаю, что это всем за всем Обертывание лица Я даже хотела бы увидеть Обертывание лица Самое главное Йогурт должен быть без сахара Вообще, я очень люблю дома экспериментировать Кстати, интернет мой большой друг И в интернете я нахожу какие-то маски Не все получаются Ну не все там правда В интернете не правда, только у нас У нас чистая правда Приходите к нам Получайте самые лучшие советы, рекомендации Итак, у нас здесь клубника, петрушка, мята и йогурт Но, ты видишь, какая у нас консистенция? Ну жидковатая Жидковатая Для того, чтобы придать ей консистенцию сметаны 35% А только таким образом маска удержится, будучи такой густой на лице Что иначе это будет просто Она должна попасть на лицо, зафиксироваться и поработать Мы берем простой крахмал, картофельный И добавляем Мы делали когда-то маску из крахмала Она обладает лифтинговым эффектом То есть, благодаря тому, что он застывает Он чуть-чуть все-таки подтянет Но что очень важно, чтобы все-таки не было комочков Короче, я тебе хочу сказать Моя дорогая Знаешь, не надо, ребята, не надо вот это вот сжадничать Не надо вот этой мелочности никакой Взяли и насыпали грамм 100 крахмала Вы шутите? Ну вот, смотри Смотри Не нужно бояться, что она якобы густая Боже мой Во-первых, смотри, какой цвет Цвет потрясающе красивый Красивее стал, да Посмотри Вот, видите, она как мед Вот Внимание Смотри Вот она такая пошла Это нужная консистенция Пошла, да Пошла Вот она Кстати Когда вы наносите маску на лицо Не забывайте о руках Если открыто декольте Декольте тоже не нужно Обходить стороной Обходить стороной И декольте И лицо И руки Это то, что К сожалению Очень быстро Стареет Поэтому, пожалуй, я С твоего позволения Ну, правильно же Просто берем и наносим Вот какой запах, да, у нее Можно сделать еще гуще И брать, знаешь, такую лопаточку Для нанесения маски И накладывать ее Вот как скульптор Лепить свое лицо А как долго нужно держать масочку На лице, зоне декольте И, возможно, на руках? 15-20 минут Лучше 20 И самое главное правило Это не ходить в маске Легла Красиво расслабилась Думать только о хорошем Если у кого нет мужчины То, значит, подумать о том Что он уже приближается Вот когда ты ухаживаешь за собой Возможно, наносишь Какие-то косметические средства Ты стараешься, чтобы муж тебя В этот момент не увидел Или он так тебя любит Что он считает Что и это тебе к лицу Правильная тактика женщины Это никогда не показывать мужчине Каким образом ты ухаживаешь за собой Он не должен видеть тебя в маске Не должен видеть тебя Не причесанной Не накрашенной И так далее Но жизнь показывает совсем другое И ты должна мужчине сразу сказать Сегодня я делаю маску для лица Предупредить его Иди пей пиво с друзьями Не-не-не, боже, только не пиво Только не пиво Потому что от пива наступает импотенция От выпитья пива Не пей пиво с друзьями Вот эту маску мы можем долго хранить Для того, чтобы пользоваться ею регулярно? Лучше пользоваться ей, пока она свежая Если вы сделали немного больше Есть два варианта Первый Поставить его в холодильник Еще пару дней И она продержится Второй вариант Это собрать своих подружек Сесть за стол Или лечь на диван Все вместе Устроить спа-салон Вот Результат будет виден на следующий день Вот так Что же нам делать Вот с этим клубничным пюре? Есть два варианта Первый Это съесть Кстати Это всегда вариант Нужно взять листок белой бумаги Выложить Ух ты Берем ложечку Нам нужно высвободить косточки Понимаешь? Чем я сейчас занимаюсь? Чтобы просто зрители тоже понимали Что это не просто японская живопись Это будет скраб Итак Мы вот эту вот бумагу Да Выставляем на солнце Когда все это высыхает Мы берем Вот так вот Раз-раз-раз-раз-раз Потрусили-потрусили-потрусили И пересыпали в какую-то емкость Полученную массу Смешиваем с тем средством С которым вы обычно по вечерам умываетесь Например Кто-то с мылом Кто-то кефиром И таким образом вы снимаете усталость Вы снимаете роговевший слой эпителия Я прям сейчас уже как настоящий косметолог говорю Нужно хотя бы сезон продержаться В этом режиме Вы поймете, что через три недели Вы будете настолько красивы Настолько молоды Настолько свежи Что вас могут А. влюбиться Пригласить на съемки Какое-то шикарное кино И... Или просто Приревновать Кстати У тебя ревнивый муж? Ты известная, красивая Честно говоря Я своего мужа в приступе ревности Еще никогда не видела Надеюсь, что это и не произойдет Я не даю повода Тебе хватает внимания? Муж тебя окружает Какими-то романтическими впечатлениями постоянно Вспомнила У тебя вот смотри Много цветов Да Если их не поливать каждый день Они засохнут Вот то же самое происходит Со мной Любой Или с какой-либо другой женщиной Если ее каждый день поливает Чуть-чуть Вот В то же время и она тоже поливает То есть мы каждый день должны трудиться Для того, чтобы все было хорошо И не было бурь Чтобы никто не ссорился И никто не разводился Нужно просто каждый день работать А ты веришь в то, что Вот эти отношения Это замужество На всю оставшуюся жизнь? Надя, вот это вопрос провокационный Но ты хочешь этого? Я... Я хочу Но бог, судьба, жизнь Распоряжается Это как ей угодно Руслана Писенко Философ Да Для того, чтобы приготовить клубничный лосьон Потребуется четверть стакана клубничного сока Четверть стакана огуречного сока И 100 граммов сухого белого столового вина Все это смешивается Оставляется на сутки После этого лосьоном можно пользоваться Каждый день Утром и вечером Маска из клубники Мы берем две крупных клубники Небольшой пучок петрушки Небольшой пучок мяты Все это перемешивается в блендере Потом добавляется йогурт несладкий И также добавляется крахмал Для того, чтобы загустить до такой степени Чтобы консистенция этой маски Дошла до уровня сметаны 35% Жмых, оставшийся после клубничного сока Который состоит из мякоти и косточек Нужно разложить на белой бумаге Поставить на солнышко Когда это высыхает Превращается в сухую массу Которую можно смешать с мылом С кефиром И в качестве скраба Использовать по вечерам перед весной Спасибо тебе огромное За эти средства Которыми, я уверена, мы будем пользоваться Потому что мы увидели Насколько они эффективны На примере очаровательной Русланы Писанки И, конечно, захотим попробовать Спасибо тебе огромное Спасибо, спасибо Спасибо, спасибо Любящая женщина Способна вдохновить мужчину И помочь ему стать успешным Как этого добиться Расскажет моя сегодняшняя гостья Писательница Кандидат психологических наук И просто очаровательная женщина Лариса Ренар Лариса Ренар Писательница и известный психолог Не только в России А и далеко за ее межами В первую очередь Шанувальники знают Ларису Как авторку бестселлеров Коло женской силы И открывающую новую себя Поединавши опыт своих предков Власный опыт И северные практики Лариса разработала уникальную теорию Как сделать из вашего человека Миллионера Кто из вас не хотел бы иметь успешного человека? Думаете, что это только мечи? Лариса Ренар Просто сейчас Расскриет все демницы Встречайте Лариса, здравствуй Здравствуйте Я бесконечно рада тебя приветствовать Потому что действительно сейчас Почувствовала то обаяние, энергию Спасибо Которую мы можем почувствовать Если почитаем книги Ларисы Или побываем на семинаре У тебя есть даже книга Которая называется Как сделать мужа миллионером Да, я ее на самом деле завершаю И она действительно скоро выйдет Все, что я туда заложила Это действительно пробировано Многими годами опыта Неужели каждой женщине нужен мужчина-миллионер? Или здесь ты имеешь что-то другое в виду? Ну, на самом деле Это действительно про то Как любая любящая женщина Может помочь своему любимому мужчине Добиться успеха Когда мужчина реализован Он уже становится успешным априори То есть это некий закон энергии И мы как женщины Действительно можем его на это вдохновить Или можем наоборот Настолько разочаровавшись в нем И потом его, грубо говоря, опустить Ну да Что действительно даже успешный мужчина Может обанкротиться Ну неужели ответственность в наше время Полностью лежит на женских плечах? Ну так получается, что уже успешность мужчины От женщины зависит? Мне кажется в этом и наша Ну некая женская власть И некая женская сила В том, что мы понимаем Какой может быть рядом с нами мужчина? Недавно я была в гостях И сидел чудесно успешный мужчина Со своей женой И пришла подруга и рассказывает Я познакомилась с таким мужчиной А где он живет? В каком районе? Она растерялась Говорит, я не спросила у него А муж на нас так на всех смотрит Говорит, девочки Какая разница, где он жил до вас? Важно, где он будет жить с вами Что нужно мудрой женщине И любящей женщине Предпринимать для того, чтобы действительно Помочь мужчине, а не обрезать ему крылья Как часто в жизни бывает Самое главное Это верить в своего мужчину Верить в его успех Верить в его потенциал И в его талант И есть такая чудесная практика Которую мы можем делать В течение 28 дней минимально Или 3 цикла по 28 В течение около 100 дней Мы ставим зеркало Наливаем стакан воды Держим этот стакан, как чай Левой рукой И ставим свечку И смотрим через свечу На свое отражение в зеркало И говорим Я верю, я знаю, я чувствую Все будет хорошо Все будет добро Я так и знала, что Наша программа может творить чудеса Это какая-то магия? Это эзотерика? Откуда это правда? Это вообще на самом деле Действительно проверенные рецепты Наших бабушек Вот недавно я проводила встречу С читателями И мне рассказали Опять же, такой чудесный Рецепт про бабушки Достаточно простой Мы как женщины Собираем в течение времени Всю мелочь в доме И после этого Как мы собрали мелочь Мы ее на растущую луну Кладем в таз с водой И три дня Эта вода у нас настаивается На деньгах На деньгах Набирая вот эту энергию И через три дня Мы этой водой Новой тряпкой Моем все полы Начиная с самой дальней комнаты Так это действует Независимо от того Что сейчас делает мужчина О чем он думает То есть это какие-то Отдельные манипуляции женские Вы знаете, на самом деле Еще раз мне хочется подчеркнуть Что вера женщины В своего мужчину Творит чудеса И хорошо, если женщина Про себя иногда думает Опять же, как бывает Когда ваш муж приходит домой И начинает вам рассказывать Дорогая, у меня гениальная идея Сейчас я это сделаю А мы говорим Да разве же это гениальная идея Да Разве у тебя получится Вот Вася сосед Вот у него идеи Да И у него получается Да А ты И на самом деле Что мы делаем Мы перекрываем мужчине Возможность развиваться Есть такая чудесная притча Про одного француза Который в годы Великой Депрессии Решил, что в Америке Нужно развивать виноделие И он уехал со всей семьей В Америку И когда через 20 лет Праздновали его грандиозный успех Журналист спросил Скажите, пожалуйста Как же у вас получилось Приехав в Америку В годы Великой Депрессии Создать такой процветающий бизнес Он сказал Вы знаете, было два условия Первое Я не понимала английского языка И поэтому я не знала Что у нас депрессия Да А второе Моя жена в меня верила Какая притча И вот это Когда мы верим Своего мужчину Тогда у мужчины Вырастают крылья Им начинают происходить Нереальные события С точки зрения Опять же Энергетических законов Лень Это недостаток Жизненных сил И недостаток Мотивации Потому что Когда нам что-то На самом деле хочется А хочется нам Когда у нас есть Много энергии Много желаний Тогда появляется Тогда у мужчины Появляется импульс Появляется вот это направление И здесь опять же С точки зрения энергии Женщина дает мужчине Вот эту энергию удовольствия А мужчина Ее в своем центре Центр воли Центр манипуры Эту энергию Структурирует В денежный поток Поэтому мы Каждый день Пишем себе Три удовольствия Ну а чтобы получать Удовольствие Действительно осознанно И понимая Что что-то можно делать Волшебное И при этом Увеличивать денежный поток То можно делать Такое чудесное Упражнение Воронка На привлечение денег Так Готовы попробовать Чудесно С каким удовольствием Да Тогда я покажу Мы делаем выдох Поднимаем руки На вдохе Опускаем груди И фокусируем Энергию На области Солнечного сплетения Это как раз Центр Ответственный За финансовый поток И на выдохе Поднимаем руки И делаем Семь поворотов Ну что готовы? Да Встаем А по часовой Или против часовой? По часовой И для того Чтобы кружились Опять же Для получения удовольствия Подумайте о том Какой подарок От мира Вы получите Когда Сделаете Эту чудесную практику Ларис Ну у меня присутствуют В гостях Мужчины Как всегда Спасибо огромное Мужчинам стоит делать Это упражнение Или это только для нас Могут попробовать А потом Рассказать нам О своих результатах Но вы не волнуйтесь Женщину Вы не превратитесь Сразу На седьмом обороте Ну что ж Готовы? Да Тогда мы делаем Выдох Ага Чудесно Вдох Да Фокусируем Энергию На солнечном сплетении Молодцы И Переплетаем руки Да И делаем Ну Сейчас немного Кружится голова От того Что я просто Покружилась Но как быстро Она начнет Кружиться От успехов Результаты Обычно приходят Сразу Женщины Чувствуем Что тот мужчина Который способен Удержать денежный поток И привлечь деньги У него Этот центр Действительно Развит И поэтому Мы идем Не на деньги А мы идем На эту морскую силу Но чтобы Эту морскую силу Нам с вами Не разрушить И это Три великих фразы Которые должна Помнить Каждая женщина Я думаю Что надо Их записать Или запомнить Итак Ты мужчина Ты главный Ты прав Я представляю Как мужчины Сейчас рады Это услышать Да И вот это Дает мужчине Действительно Понимание И желание Брать на себя Ответственность Сказать И признать Его лидерство Но я знаю Что все практики О которых ты говоришь Проверены На собственном опыте Да Ты точно знала Что ты идешь По правильному пути Как ты в этом убеждалась Конечно Мне кажется Мы как женщины Прежде всего Оцениваем результаты По подаркам Я когда на тренинге веду Сделай мужа миллионером Я говорю Запишите пожалуйста Что будет для вас Критерием того Что у вас все получилось И обычно Мы как женщины Говорим Ну три путешествия в год Красивые чудесные страны Квартира машина И каждый из нас Все равно говорит Историю про кольцо И действительно Была такая чудесная история Однажды мы с мужем Отдыхали в Турции И я увидела Вот это кольцо И оно мне конечно Безумно понравилось Потому что Ну какой женщине Не нравятся бриллианты И я конечно Как истинная женщина Вокруг этого кольца Ходила И мужа привела Мы померили Я рассказала Как Чем более счастлива И довольна женщина Тем более Успешен ее мужчина Так Опять же Рассказала Что истинный мужчина Должен тратить 10 процентов Ну хорошо 15 Еще лучше 20 Дохода на любимую жену Так называемая Зарплата жены Ну отпуск закончился И мы уехали Без кольца Без кольца И я настолько Ну я Как бы Думаю Ну видимо Следует Двигаться дальше Еще больше Крутить воронок Еще больше Вдохновлять Еще больше Верить В своего мужчину Прошло какое-то время И 9 декабря У меня день рождения И мне как раз Исполнилось В тот год 40 лет Я была На очередном Конгрессе Каком-то Я приезжаю Из этого конгресса Захожу в дом И мой муж Буквально с порога Говорит Ларис Протяни руку И я протягиваю руку И мой муж Одевает мне Это кольцо И у меня Было вот это Вот такое Действительно Счастье Такой восторг Ты добилась своего Да И вот это Для женщины Наверное Действительно Нам очень важно И это уже Обращение к мужчинам Что конечно Нам очень важно Понимать Что то Что мы делаем Мужчина ценит Видит И готов С нами делиться Тем Что он создает И вы знаете Я опять же Вот сейчас рассказываю Мужчинам Что 10 Ну хорошо Там 15-20% И кто-то Активно Сопротивляется Кто-то Соглашается Причем Что я заметила Чем более успешен Мужчина Тем он Быстрее с этим Соглашается Он говорит Я так и делаю Ну у него есть Просто А это не важно Не важно Не важно 10% от любого дохода Потому что по закону энергии Вложенные в нас деньги Возвращаются мужчине В стократном размере И наше вложенное в него внимание Тоже возвращается ему В стократном размере Да Господи Да нам цены нет Нет Спасибо Это была Лариса Ринар Спасибо за удовольствие Общение Я знаю что у нас с вами Все обязательно получится Ведь практику Все буде добре Мы выполняем Практически ежедневно Давайте встретимся завтра И снова Все буде добре Спасибо огромное Спасибо До свидания